Ребята, всем привет! Я стою сейчас около домика, который мы снимаем в Таиланде. Нас все спрашивали, просто мне все писали в личку, где вы живете в Таиланде, где вы остановились. И мы сейчас все покажем. Во-первых, хочу сказать, что мы живем на острове Пукет в районе пляжа Патонг. Ну, наш выбор, мы потом вообще все расскажем. Этот домик, который у меня сейчас за спиной находится, он находится на горе. И он находится очень высоко. То есть, если смотреть с Патонга, его видно, он один из самых высоких домиков. Я не скажу, конечно, сколько это метров примерно над уровнем моря. Вот. Нашли мы его совершенно случайно. Ну, точнее, мы ездили просто и совершенно случайно сюда заехали, потому что не было никаких табличек, не было указателей. Если вы посмотрите вот на эту горочку, тут, наверное, градусов 40. И нам, ну, как бы, на мопеде сюда было жутковато сначала заезжать. Мы просто не знали, есть ли тут вообще что-то или нет. Но случайно заехали и набрели вот на этот дом. Это скорее не домик на одного человека, это больше комплекс из небольших таких домиков. Вот. Ну, пойдемте уже посмотрим понемножечку. Тут стоит сушилка. Это не наша сушилка. Хотя, вот тут сушат свои вещи, если вы там видите. Все подряд, короче, сушится. Это стандартно, что на улице вы едете, и висят всякие вещи, трусы, носки, сушится. В общем, дальше. Вообще здесь, ну, как бы, грубо говоря, вот это все большая такая парковочка. Это стоит наш байк как раз. И вот там вот, ну, там вообще крытая парковка. То есть, если ливень, вы можете там поставить машину, байки и все дела. Вот. За моей спиной, если видно, находится вот двухэтажный небольшой домик. Ну, как небольшой? Он большой домик. Метров на 200. И вот там вот точно такой же. В том домике живут хозяева. Муж с женой, у них шестеро детей. Ну, с ними живут четверо. И вот этот домик, ну, как бы, он, туда, если зайти, он очень большой. То есть, там спален на три, он двухэтажный. Ну, на два человека он, мне кажется, слишком большой. Поэтому мы взяли, ну, другой вариант. То есть, это вот, скорее всего, если приезжать с семьями, там, на три семьи. Либо, если у вас очень большая семья и много детей, ну, стоит он в месяц 60 тысяч бат. То есть, примерно на 60 тысяч рублей. Может, чуть-чуть побольше будет. Вот, за мной как раз пляж Патонг, если видно. Да, конечно, видно. Вот. Ну, что? Ну, что вообще говорить? Это Андаманское море. Красота, да? Вот. Мы сейчас спустимся пониже, и там будет вид еще лучше. То есть, ну, не будет ничего мешать, заграждать. И мы посмотрим. Вот. А, еще тут, короче, у тайцев, у всех около домиков, есть маленькие домики духов. Мы сейчас к ним подойдем, наверное, посмотрим. Адика. Вот, это маленький домик духов, но они как бы, они стандартно везде выглядят. Тайцы все время вешают на них цветочки. Я не знаю, как точно они называются. Преподносит всякие, ну, там, газировки, всякие цветные, еду какую-то, фрукты. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, зачем вообще существуют эти домики, потому что боюсь что-то приврать. Вот. Поэтому давайте мы пойдем дальше смотреть, там спустимся, все, посмотрим там клапану. Да. Короче, на входе нас встречают две вот такие милые дамочки. Одна в кепке, кто-то ее одел кепкой. Вот, вот так, вот, сыводика. За мной сейчас просто крутая лестница. Мы первый раз увидели, мы подумали, что если по ней каждый день ходить, то это равносильно приседаниям в спортзале. Вот, пойдемте спустимся, покажи ее. Ладно, я пойду. Мы на втором этаже. Точнее, минус первый, наверное, этаж. В общем, как нам рассказали хозяева, здесь изначально был вроде какой-то барчик, ресторанчик, то есть тут что-то проводили. Вот. Ну, сейчас остались просто столики. В общем, пойдемте, я вам все расскажу на фоне прекрасного вида. Так, тут стульчики. В общем, на этом этаже расположен небольшой барчик, кухня, где хозяйка готовит на всю свою семью. Здесь есть туалетики. И здесь, что самое главное, есть сауна. Просто мы, конечно, сначала нам показалось, что за странное такое вообще явление сауна в Таиланде, где температура не опускается ниже 25 градусов. Мы привыкли в русскую баню зимой ходить, ну, хотя кто как. И мы сейчас подойдем тоже к сауне. Она работает каждое воскресенье. То есть нам, как жильцам этого, ну, я буду говорить, что это комплекс. Вход бесплатный, остальные приезжают, ну, там, за какую-то символическую плату в 170, если я не ошибаюсь, бат. И тут можно целый день просто ходить в сауну, заходить туда, выходить, купаться в холодненьком бассейне. Просто супер приятно. Сауна небольшая, мы сейчас тоже ее покажем. Она топится, я так поняла, что с лемонграссовыми какими-то либо веточками, либо чем-либо с эфирными маслами, потому что там всегда очень приятно пахнет. А теперь я покажу вам еще раз, покажу вид, потому что отсюда он особенно прекрасный. Это, наверное, одна из самых главных причин, почему мы вообще здесь остались. Когда мы приехали, мы его увидели, и потом мы просто не смогли смотреть другие домики, потому что это что-то потрясающее. Сейчас море такое синее, но когда мы приехали, оно было просто лазурное, такое голубое, я не знаю, правильно оттенок назвала, но, в общем, оно было, точнее, бирюзовое. Вот как оно на картинках бывает, это было просто очень красиво. Там не было вообще сначала никаких лодок, потому что мы приехали в не сезон, все было чисто, не было ни единого облачка. Но сейчас оно тоже очень красивое, так что это все ок. Вот, у нас под окнами растут пальмы, банановые деревья. Мы сейчас спустимся на наш этаж, и там все поближе покажем, потому что мы живем еще ниже. Пойдемте, я вам покажу сауну немножечко, и потом пойдем смотреть нашу квартиру, наверное. Вот, это вот будка, короче. Это и есть сауна. Она вроде выглядит неприметно. Там всего по одной такой полочке. Ну, когда ты туда заходишь, там обычно сидит очень много тайцев, и все болтают на тайском, но когда ты с ними сидишь уже минут 15, ты чувствуешь, что они тебе все, в принципе, родные. Они потому что все улыбаются, что-то там говорят. Я не знаю, конечно, может, они что-то не и то говорят, но не суть. Вот, за моей спиной находятся там две душевые и бассейн. Он сейчас, конечно, в не очень приглядном виде, но когда он работает в воскресенье, тут вот по этим камушкам течет вода и выглядит очень классно. Вода там холоднее, чем в море, то есть она там градусов, наверное, 15-20, может, ну, быть это 20 плюс-минус 2-3 градуса. Вот, и то есть, когда выходишь после сауны, это просто какие-то божественные ощущения, когда пускаешься в эту воду. Вот, и как раз сегодня суббота, завтра будет сауна, и мы пойдем у нас, короче, воскресная такая теперь традиция. Мы ходим в сауну в воскресенье, несколько раз заходим, чередуем с бассейном, потом спускаемся вниз и лежим, смотрим какие-нибудь фильмы и кушаем фрукты. Вот. А еще давайте я вам покажу, вот там вид есть. Тут немножко такой уголок юного натуралиста. Вот если видно, вот эти вот яичишки на дереве, это так растет папайя. Вот такие мешочки. Ну, мы с Юрой, конечно, не очень благозвучно это при ассоциации привели. Сверху растут кокосы, они еще зеленые, тут были уже более-менее созрелые кокосы, но их сняли. И вот здесь вот небольшой такой огородик, где выращивают травку, там, может, какие-то овощи, я не знаю, в общем, хозяйка, в принципе, готовит из того, что собирает сама в основном и угощает нас тоже, это очень вкусно. Вот. И она мне еще почему-то говорит, что вот эти деревья какие-то съедобные, показывает о них и говорит, что гуд, но я что-то не поняла, что это вообще такое. Вот. Вот это здание, которое там находится, это просто какой-то бар, где вечером собирается просто попить алкоголь, то есть там нет ебит, там просто алкоголь, какие-то напитки. Я вообще не поняла вообще предназначение этого бара. Вот. И что еще сказать? Пойдемте вниз. Пойдем вниз. Эти штучки. Тут еще одна крутая лестница. Короче, сейчас время 9-10 утра, и наши соседи все еще спят. Поэтому я не буду сильно шуметь. В общем. В общем. Это вот как раз два коридорчика влево и вправо, где находятся, ну, грубо говоря, квартирки. Здесь всего 4, ну, как бы 4 комнаты, можно сказать. 4 двери. Вот. И мы живем вот в этой. Но мы сейчас туда зайдем, все покажем. В общем, это то место, где мы каждое утро проводим свой завтрак. То есть у нас тут стоят у нас тут стоят барные штучки, и мы просто каждое утро выходим сюда с какие-нибудь вкусняшками и кушаем, и смотрим на море. Поначалу было это очень прекрасно, но сейчас мы уже привыкли, поэтому это, конечно, вызывает восторг, но не такой, как в первый раз. Вот. В общем, ну, давайте мы посмотрим, что у нас тут вообще растет. В общем, вот эти деревья, которые с листиками широкими, это банановые деревья. Ну, на них растут маленькие бананчики. Ну, на том уже созревают, но, наверное, сейчас будет не совсем видно. Вот это маленькое дерево, оно только растет с несколькими лепесточками. Я так поняла, что они тут сами их, в принципе, высаживают. Тут же стоят большие пальмы с кокосами. На каждой пальме прибиты такие дощечки, чтобы на них можно было залазить и снимать их. Вот здесь у нас такой, ну, получается, там вот проходит дорога основная, вот где вот домик стоит с площадкой. Там проходит дорога, ну, она идет вот как раз по всей горе вокруг. Вот на этой площадке сейчас какой-то чувак запускает вертолетик, он так сильно жужжит, и один раз он был просто вертолетик, ну, бензиновый, да, верно? И он его один раз, короче, шлепнул, и тут было дымище, огнище, и не очень приятно. Вот. Но, смотрите, какой-нибудь. Я не знаю, я просто всем, все вот, мы просто, когда приехали, тут еще никого не жило. Даже жил один человек, но он потом съехал, мы какое-то время жили одни здесь. И тут очень много народ приходило, еще такой, приходили такие, посмотри, какой вид, господи. Ну, короче, вид подкупает, и нас он, в принципе, тоже подкупил. Все домики, вот на этой улице, которые смотрели, там вид то на лес, то на, пляж, но там абсолютно не так все это выглядит, отсюда это выглядит, вот, как с картинки, грубо говоря. Это вот как раз, вот большое здание стоит, это отель, и вот там сейчас очень много всяких маленьких лодочек, мопедов, но это потому, что сейчас начисляет сезон, когда мы приехали, повторюсь, их вообще не было, то есть тут было чистое море. вот, вот, и, ну, и мы, наверное, пойдем уже показывать нашу квартирку, которая у нас под номером B1, вот, то есть, мы разываемся, прям тут, у нас тут, я надеюсь, что будет хорошо видно, потому что освещение здесь, ну, такое естественное, сейчас ничего не включено, вот, то есть это такая квартирка стандартная, грубо говоря, тут все домики, которые расположены, это всегда двуспальная кровать, это всегда телевизор, это всегда кондиционер, ну, сколько мы видели домиков, было так, и, ну, здесь еще достаточно много места, потому что то, что мы смотрели, это обычно вот так вот от кровати, то есть надо было вот так вот проходить, вот, то есть у нас здесь есть телевизор с кабельным телевизором, кондиционер, которым мы очень часто пользуемся, потому что днем бывает очень жарко, здесь есть маленький холодильник с морозилкой, ну, такой нам хватает, он очень вместительный, ну, понятно, что вот двуспальная кровать, тубочка, здесь есть большого шкафа, потому что, ну, это очень важно, если вы останавливаетесь на длительное время, потому что, когда мы останавливались в кестхаусе, мы потом это еще расскажем, там не было шкафа, там была просто вешалка, и, соответственно, вещи вообще некогда было держать, тут есть большое трюмо, это называется зеркало, и пуфик, вот, ну, мебель такая, она деревянная, но это, на самом деле, хороший вариант, потому что есть варианты такие очень потреванные, то есть здесь она вся в целости и сохранности, вот, здесь наша маленькая такая символичная кухня, то есть здесь раковина, столик, полки, вся вот посуда, которую вы видите, мы покупали сами, потому что тут изначально ничего не было, то есть мы приехали, просто был пустой стол, но как-то, так как мы приехали надолго, нам, соответственно, нужно в чем-то готовить, то есть мы не всегда на улице идем, не всегда выезжаем в город, потому что это занимает какое-то время, вот, поэтому мы прикупили, вот у нас тут вог, чайник, рисоварка, и там еще стоит тостер, и все это нам вышло в какие-то сущие копейки, там все вместе уложилось, там 1800, наверное, рублей, полторы тысячи, ну, может даже в тысячу, я не помню точно, потому что, ну, цена всего этого 300-200 рублей, вот так вот, ну, каждого из предметов, мы еще покупали здесь, а здесь у нас стоит посуда, мы просто взяли посуду, ну, какие-то тарелочки, всякие кружечки из Икеи, ну, какой-то отделочек нашли, где Икею продавали, и здесь у нас там булочка со всякой едой, нос у меня чешется, вот, сейчас, стоп, ооо, ах, здесь у нас стоит пакет просто потрясающего, жасминового риса, это такое чудо, насколько он на килограмм, насколько килограмм не знаю, но он стоит всего 250 рублей, ну, рис очень классный, вот, мы тут им стали вдруг питаться, здесь у нас туалетик, и в ванну мы сейчас, короче, туда тоже заходим, там свет включен, включен, пол сейчас мокрый, потому что мы принимали душ, в общем, вы, наверное, удивляетесь, потому что здесь не видно душевой кабины или ванны, но это стандартно для тайских жилищ, что здесь просто, ну, как бы, вы моетесь прям, ну, без кабинки, без всего здесь душевая, водонагреватель, то есть здесь есть горячая вода, что очень важно, потому что, в местах, которые мы смотрели, там не было горячей воды, а вода холоднее, чем в море, то есть она как в бассейне там была, градусов 20, ну, прохладно, вот, ну, здесь у нас унитаз, понятно, вот эта пшикалка такая, очень стандартная, тоже для всех, это такой вариант, помыть ноги, и школу снуть в пол, вот, здесь у нас стоят решетка антимоскитная, что тоже очень важно, если есть какие-то дыры, обязательно пролетают какие-нибудь насекомые, поэтому следите, чтобы была москитная решетка, она нас очень спасает, потому что мы никакими фумигаторами, ничем еще ни разу за два месяца не пользовались, вот, ну, и тут у нас раковина и зеркальца, в принципе, все есть, что нужно для жизни, нормальной, для человека, вот, сейчас мы выходим обратно, пойдемте опять посмотрим на наш прекрасный вид, я не устану повторять, какой он потрясающий, не подумал, что он действительно потрясающий, прощай комнаты, ну, и здесь у нас тоже, кстати, стоит решеточка такая, то есть, если вы хотите открыть окно, вы просто открываете, задвигаете решетку, и никакая мошкара к вам не проползет, потому что ночью, вот, сейчас тихо, когда начинается ночь, вечер здесь начинается, в районе шести часов, то есть темнеет, тут сразу просто начинается, не знаю, джунгли зовут, потому что очень шумно становится, цикады, всякие кузнечики, просто они такие шумные, что, ну, для нас это превратилось уже в такой привычный фоновый шум, но поначалу было очень странно, когда все так шумно, а, иди сюда, еще покажем вот эту штуку, это, короче, ключи, вообще эта штука висела у нас на ключах, это такая вещь, которую вы забираете, и электричество отключается, то есть, вы вставляете, и электричество отключается, но мы ее не берем с собой, потому что у нас работает холодильник, и как бы его постоянно размораживать, замораживать, у нас там в морозилке лежат продукты, вот, что еще показать? Ну, и, собственно, на этих стульчиках мы кушаем, слюбуемся, вот, и, ну, не знаю, мне кажется, это очень хороший вариант, особенно для потонга, потому что здесь тихо, если жить на потонге, это просто что-то нереальное, потому что там очень шумно, там тусовка, то есть, это один из самых популярных пляжей, если мы сейчас пойдем на пляж, там будет, вот даже сейчас, наверное, в 10 утра будет просто уйма народу, поэтому мы ездим обычно на другие пляжи, но мы потом их тоже покажем, если жить, повторюсь, вот там, в тех домиках, в тех гестхаусах, в отелях, там очень шумно, потому что там всю ночь ездят машинки, какие-то промоутерские, что-то рекламируют, там везде играет музыка, там всю ночь работают бары, пабы, ну, там очень шумно, вот, потому что мы там жили 4 дня в кестхаусе, и ночью было на самом деле сложно уснуть, поэтому мы перебрались куда-то повыше, и мы ничуть не жалеем, потому что тут очень приятно, во-первых, у нас очень классные хозяева, ну, жена с мужем, они такие очень приветливые и гостеприимные, ну, ну, короче, вид нас подкупил, ну, как он может не подкупить вообще, и когда вы меня спрашиваете, не скучаю ли я по России, блин, вы посмотрите вообще, ну, как бы, сейчас, ноябрь, серийный ноября, я не знаю, что сейчас творится в России, но я думаю, что там нет этого, поэтому я пока не хочу в России, то есть я хочу приехать, когда уже будет тепло, потому что если я поеду сейчас, когда там холодно, у меня начнется какая-то навязанная дикая диплесуха, вот, поэтому мы пока живем здесь, вот, про то, как мы выбирали этот домик, и почему мы остановились именно на нем, мы сделаем другое видео, вот, а я надеюсь, что это видео было вам полезным, оно вам понравилось, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, и подписывайтесь на мой канал обязательно, потому что мы сейчас как раз будем снимать серию видео про Таиланд, как мы здесь живем, поэтому если вы хотите их не пропустить, тогда подписывайтесь обязательно на канал, и следите за обновлениями, всем спасибо большое за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok